Подруги, привет! И добро пожаловать на наш карантин! Сегодня у нас новый выпуск. Карантин у нас продолжается, мы сидим дома, и многие из вас меня спрашивали рассказать, как же мы проводим этот карантин, чем мы занимаемся, и самое главное, как развлекать ребенка в условиях, когда ты дома сидишь 24 часа в сутки. Должна сразу сказать, что для матери-перематери это просто путешествие в страну чудес, поскольку, когда муж на постоянной основе дома, ты понимаешь, насколько большая разница между той ситуацией, когда он, например, ходит на работу. Когда он ходит на работу и приходит домой, ты так смотришь на него, вроде бы как бы привычный элемент, но что-то здесь не так. Создает дополнительный бардак, больше тебе работы, нужно его кормить, обстирывать, ухаживать за ним, и вроде бы как бы, ну, хочется сказать, «Слышь, чувак, иди на работу!» А когда вы на карантине дома сидите постоянно, то ты понимаешь, в чем преимущество. И самое главное преимущество в том, что ребенок половину времени пристает не к тебе, а пристает к нему. И сегодня как раз-таки у нас день папы. Папа сегодня в 6 часов вставал с ребенком, занимался им, кормил, купал. Два часа, в общем, они тут тусовались, и сейчас пирожки мои спят. Я проснулась счастливая, довольная. Правда, внешний вид почему-то каждый раз, когда у меня день папы, я просыпаюсь прям заспанная, опухшая, отекшая, так, будто я ночь не спала. Ну, это, наверное, того, что спишь больше, чем обычно. Короче, проснулась я довольно счастливая, сделала себе, как обычно, свою банку кофе и готова начать наш день. Расскажу вам сегодня, чем мы занимаемся, и важный момент, расскажу не только, как угомонить ребенка и как его развлечь в это время, но также, как сделать себе приятно, как позаботиться о самой собой, любимой, потому что, давайте смотреть правду в глаза, стресс не только у папы, который должен работать и этого делать в какое-то время не сможет, не только у ребенка, который не может гулять, но также у мамы, потому что ты, естественно, думаешь о своей семье, естественно, думаешь о ребенке, о безопасности своих близких, о том, чтобы хватило еды, запастись, не запастись, как пойти в магазин. Короче, стресс, он подкрадывается тихонечко-тихонечко ко всем, и поэтому нам нужно заботиться о том, чтобы мы оставались в нормальном состоянии, в хорошем настроении и в здравом разуме. Поэтому первым делом я сделала себе приятное. Смотрите, какой кардиган я себе заказала. Я показывала уже его в инстаграме, но нарадоваться не могу. Хожу дома в нем вечерами, по утрам, и, в общем, радости моей нет предела. Здесь моя самая любимая шерсть мериноса и добавление махеры. И вот какие рукава у этого кардигана получаются. Получаются очень широкие спереди и сзади разная вязка. Смотрите, спереди она гладкая. Давай, нефокусируйся сюда. А сзади вот такая вот красивая, декоративная. Нашла компанию Head Loop, называется, естественно, в инстаграме. Как, впрочем, очень многое, что я в последнее время нахожу полезного. И заказала вот у них такой кардиган. Причем этот кардиган у меня длинный, вот прям по колено. И собирала я его с разных-разных моделей их изделий. У них там свитера, кардиганы, всякое разное. То есть рукава взяла от одной модели, сам крой кардигана с другой, вязка тоже. Ну и, собственно, вот такой вот он у меня получился. Так что берите на заметку, кто искал качественные, крутые, вязаные вещи. Вот вам, пожалуйста, аккаунт в инстаграме. И, собственно, заходите, смотрите. Я уже глаз свой положила на несколько вязаных свитеров. И в ближайшее время, ну, как только закончится карантин и денег станет побольше, я себе еще закажу. И котенок, скажи подружке, привет! Привет! Смотрите, какой у нас новый шезлонг. Я просто в полном восторге. Мы взяли нашу коляску в Бугабу. Я сняла прогулочный блог. И он превратился в вот такой вот шезлонг. И наша новая традиция карантина в том, что мы каждое утро, пока я готовлю завтрак, сажаем ребенка в этот шезлонг. Он там в нем удобненько, классно сидит. Бейберн стал для нас маленьким, а вот эта штука для него прям в самый раз. И похоже, что ребенку сильно нравится. И я ему начала показывать развивающие мультики. Мы смотрим Дэйва Нейва, то есть стандартные, очень-очень качественные мультики с обучением малыша цветов, букв, цифр, животных и так далее. И так как ему уже без недели год, и он проявляет всякие разные новые навыки, умелки и так далее, я понимаю, что для его развития, может быть, не самым худшим будет полчасика в день, по утрам посмотреть вот эти мультики. Ну и плюс язык учит. Очень классный, мне кажется, лайфхак у нас получился. Его я подглядела в инстаграме. Если надоели ребенку его привычные стульчики-шезлонги, то вот такое новенькое можно предложить. Нам зашло отлично. Так, ну что же у нас на завтрак? Папина кофе сейчас готовится. Я, как говорила, свою банку уже сделала. Значит, у нас арс будет омлет с фасолькой и мамины сырники. Получились сильно некрасивые, неопрятные, но вкусные. Так, а ребенок будет у нас завтракать творожок с желтком, голубика и пюрешка из яблок и груши. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, давай, давай, давай. Апфа! Ой, ты боже! Так, ну что ты тут делаешь? Любимые игрушки ребенка. Это столик Миночи, который просто у меня заляпанный до последнего. И его провод. Это первое развлечение дня. Ну, или точнее, второе после шезлонга. Второе развлечение дня – это лазить по всей квартире, таскаться с его единственным проводом. Кстати говоря, это, наверное, единственное, с которым мы разрешаем ему таскаться, потому что иначе будет ор и крик, и просто невозможно. Лезет ко всем остальным проводам, но эти провода для мамы и для бабы, да? Для телефонов, компьютеров, фотоаппаратов и все. Это твоего монитора. Вот его и шарпый. Это, кстати говоря, тонкая грань между хорошим настроением и истерикой. Начинается все безобидно с просто типа «Ай, дай ко мне потрогать», и потом начинается просто ор. Поэтому мы отправляемся заниматься играми и книжками. Ну, все-все-все, давай, пойдем. Прыщик мой, у тебя на лбу прыщик выскочил? Откуда этот? Макарошек твоих? Ну, чего? Вот так вот это все выглядит. Вон, вот твой провод, вот твоя любимая наклейка, на. На-на-на-на-на. Сразу говорю, что с проводом мы не позволяем ему играть в гордом одиночестве. Ну. Да. Ну, вот у мамы тут коленки голые, да. В принципе, вот этот эпизод сейчас, вот это прекрасное описание любого дня, карантин-не карантин, с ребенком. Вот, вот так вот. А все остальное – это попытка сделать из этого всего что-то значимое. В окошке у нас солнышко, как обычно. Я вообще поражаюсь в погоде карантина. Что это такое? Почему в карантин погода в Санкт-Петербурге идеальная? С солнцем, голубым небом и вообще прекрасная. Ай, была бы такая погода, когда нет карантина, да, котенок? Так, это наше третье развлечение – стоять, смотреть в окно и дергать веревочку с жалюзи. Ну, и орать. Так, развлечение номер четыре – это наши игрушки. У нас тут вот такая, котенок, на шарик, на шарик. Значит, наши пирамидки-горки. Давай, вот сюда. По назначению пирамидка используется в лучшем случае один круг, чтобы шарики успели добежать до низа. И все, пирамидка разрушается. Держи, шарик. Ну да ладно, на самом деле это и есть цель этих пирамид, поскольку ребенок должен не только наблюдать за движением этих мячиков, но и также пытаться эту пирамиду сломать или ее построить. Но первым делом, конечно же, мы будем ее ломать. Давай. Бум. Прими, смотри. Она отсоединяется, эти штуки. Вот. 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 Хе-хе-хе. Потом у нас есть вот такой слон. Я его купила на Озоне. Вот. Ссылку оставлю в описании. Здесь просто перекатываются разные штучки по этим проволокам. И сам слон. У него здесь разные опции. Здесь можно тянуть за шарик. Сбоку здесь вот так вот перекатываются штучки. Потом хвостик крутится. И здесь всякие штучки. Короче, всяких примочек тут куча. Но пока самая любимая является вот такая вот. Такая вот. Ну и также она устанавливается здесь сверху и может сниматься. Развлечение номер пять. Я беру старые наши игрушки. Вот, например, наш пазл, к которому он привык. Он, в принципе, с ним играется часто. Но папа наш сильно творческий человек. И он сделал новую игрушку. То есть он из него соорудил кубик. И вот такой вот цветной классный кубик у нас получился. В общем, развлекаем ребенка. Отец наш пошел дальше. И он в такой кубик поместил шарик с погремушкой. В общем, получилась вот такая вот погремушка. Товарищ тут ползает и занимается важными делами. Собственно, большую часть дня, это, наверное, наше пятое развлечение, я гоняюсь за ним по квартире и пытаюсь сделать так, чтобы любая его задумка, она была безопасной. Чтобы он не упал, не ударился, что-то там не разбил, на себя не опрокинул и так далее, и так далее. Вот сейчас наш новый супер-шезлонг. Он используется по новому назначению. Маленький скалолаз. Кстати, он научился слезать задом. Очень круто сейчас уже слезает с кровати, с любого дивана. И самое интересное, что он понимает, когда я ему говорю, что нужно развернуться и попой вперед. Развлечение номер 6 в карантине – это ободрать все обои, которым есть доступ. Ну, собственно, здесь, на кухне, он успешно это сделал. Развлечение номер 7 – общается со строителями на стройке. Здесь, очевидно, он им стучит и приглашает их на беседу. Так, ну, если говорить про игрушки, то в последнее время мы очень любим вот эту пирамидку. И используем ее не как пирамидку, а вот именно как складывание вот этих маленьких элементов один в другой. То есть ребенку очень нравится разбирать, мама собирает, и ребенок снова разбирает. И причем его мелкая моторика, она развивается, и он уже способен доставать по одному, по двум элементам. Раньше он разбирал ее просто по 3-4, и все. А сейчас он может уже достать один, два, ну, более детально, в общем, с ней играть. Еще одна наша игрушка – это вот такая штуковина. Но с этой я не разрешаю ему играть одному, поскольку здесь очень острые есть детали, и он может повредиться. Поэтому тоже вместе с ним играем. Вот он активно снимает все эти цветные элементы с палочек. Ну, да, давай вот так вот обрали, да? Пока мы еще их не складываем там относительно цветов и цифр, просто играем как хочется. Ну, давай. И также у нас есть карточки. Вот такой вот умный чемоданчик я ему купила. Карточки с английскими словами. Есть рисунок, написание на английском, на русском и сзади буквы. В этом комплекте 35 карточек. Я выбрала всего 6 по совету жены моего брата, которая также обучала своих двух малышей, и скоро будут обучать уже третьего языку. В общем, я выбрала 6 карточек, и ежедневно ему показываю эти карточки и называю зверей, которые изображены на этой карточке. Ну, например. Вот, 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 вот да как вот этот газ газ здесь 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 и и и вот это И через пару неделек я надеюсь, что когда разложить карточки перед ним и спросить, покажи мне, например, кошку, он сможет на нее указать. Ну и потом, когда он насвоит эти карточки, мы будем добавлять и новые. Я очень-очень хочу купить комплект у умницы, он у них там вот как раз по английскому языку просто восхитительный. Ну и также, естественно, мы занимаемся чтением книг. У нас есть огромное количество книжек, самые новые наши я купила в Лабиринте. Потому что в Лабиринте есть очень классный выбор детских книжек на английском языке. Вот такие вот Покет Лайбрери. Маленькие здесь четыре книжечки. Вот. Значит, есть книжка про котенка Кэти, также Пип Щенок, потом Лиззи Барашка и Фредди Лягушка. И книжки эти очень классные для малыша, поскольку здесь, во-первых, есть изображение животных, мало текста. Удержать внимание ребенка больше двух минут не получится. И также эта книжка вот из такого плотного-плотного картона. Это означает, что даже если он попытается эту книжку засунуть в рот, он ее не разрушит в первые пять минут. И также я купила вот еще один комплект из трех книжек. Это комплект книжек о Питере Кролике. Здесь у нас про день рождения, Рождество и три маленьких зайчика. Книга уже, в принципе, чуть-чуть более такая серьезная, чем предыдущая. Но тоже из достаточно плотного классного картона, что означает, что ребенок ее не уничтожит. И также текста здесь не сильно много. Как раз по возрасту, я думаю, будет окей. И самые классные, на мой взгляд, которые я нашла, это вот две такие книги. Первые английские слова и азбука. Здесь огромное количество предметов ежедневных, с которыми ребенок соприкасается и может встретиться. И все классно. Мама может рассказывать и объяснять ребенку. Также здесь есть, очевидно, какие-то задачи, которые ребеночек может выполнять уже, когда подрастет. Например, пижамка. Найти медвежонка с пижамкой. Пока мы только изучаем цвета. Я его показываю на животных и не более того. Поскольку малыш действительно еще маленький и только-только начинает изучение вот этих книг и предметов. И вторая вот азбука от Асборн. У нас есть музыкальные книжки Асборна. Но вот я нашла и также азбуку от них. Здесь картон немного более тонкий. Поэтому с этой книжкой нам придется быть более осторожными. Но посмотрите на эти иллюстрации. Они просто невероятны. Какая же она красивая. Я не могла устоять и не купить эту книгу. Просто невероятная. Очень красивая. Ну и, собственно, здесь тоже буквы и все слова, которые начинаются на конкретную букву с изображениями. Господи. Хоть сама изучай алфавит повторно. Круто. Очень красивая книга. Это прям с точки зрения эстетической моя самая-самая любимая. Потому что она действительно невероятно красивая. Ну и также мы пользуемся книжками, которые у нас уже, не знаю, месяцы и месяцы. Это вот, как я уже упомянула, музыкальные звуковые книжки от Асборн. Здесь джунгли. Издают разные-разные звуки. Но самое красивое тут птички. Вот еще есть обезьяны. И птицы джунглей. Самое его любимое это ферма. Он очень любит звук коровки. И вечно на нее нажимает. Он уже сообразил, куда нужно нажимать, для того, чтобы извлечь разные звуки. Ну, вот здесь вот хрюшки. И цыплятки. И улыбается. Распознает. Вот сейчас будем с тобой читать, котенок. Сейчас подругам покажу и будем с тобой заниматься. Также наш монстрик любимый, который боялся деток под его кроватью. Вот тоже истории монстриков. Почему они боятся детей. Очень классная книжка для деток, которые, в свою очередь, боятся монстриков под кроватями. Чтобы объяснить, что монстрики совсем не злые, не страшные, а очень даже дружелюбные. Сами боятся детей. И последняя вот такая. Тут разные виды транспорта. Гонки, автобусы, корабли. Ой, господи. Самолеты. И здесь сбоку есть вот такая вот панель с разными звуками. Такая. Ну, в общем. Так, сколько нас хватило? Две минуты? Окей, поехали дальше. Катя. Катя is a kitten with sleek, shiny fur. She has sparkly eyes and a lovely, deep fur. By day, she's bashful and quiet as a mouse. She curls up and sleeps all over the house. Pip is a pup with a very loud bark. He scares all the cats when he strolls through the park. She chases the bunnies, but always comes last. She hops very well, but they run too fast. But whatever the day, from near and from far, you can hear Lizzie bleed. Па-а-а! Па-а-а! Хей! Give me my kiss. Give me my kiss. Thank you. Give me my kiss. Thank you. Таучил я маму телевать. Спасибо. Так, мы пошли к окну. Ребенок, очевидно, хочет к окну. Развлечение номер девять. Смотрим в другое окошко. Здесь у нас стройка. Ежедневно мы наблюдаем, как там процесс движется вперед. Развлечение номер десять. Это изучение всех шкафчиков на кухне. Всех полок, вытяжки и тренировка ходить у опоры. В общем, так мы тут тоже таскаемся и шаримся по этой кухне. Раз в пятьсот в течение дня. В общем, в целом, что касается ребенка, так проходит каждый день целый день. В принципе, повторяем одно и то же по двести раз. И таким образом мы коротаем наши дни и развлекаем ребенка в карантине. Понятное дело, что еще ко всем нашим развлечениям дополнительно у нас в ванной комнате он также изучает стиралку. Мы еще купаемся. Там у него также игрушки, их я уже показывала вам не раз. И в принципе, мало чего нового ежедневно добавляется в нашу жизнь. За исключением того, что ребенок действительно развивается. У него появляются новые навыки. Он укрепляется в старых. И за этим, конечно же, очень-очень интересно наблюдать. Утомительно, но бесспорно интересно. Так, ну что ж, сейчас уже почти час дня. Это время его второго дневного сна. И сейчас пойду ребенка укладывать. Да, в принципе, мы, если говорить про наши сны, мы не боимся с ним играть перед сном, поскольку обычно это нашему сну абсолютно не мешает. И вообще в карантине, вот со всеми нашими играми, со всем, не знаю, там, режимом, питанием, за тем, что мы следим, чтобы у ребенка все было хорошо и правильно, я заметила, что, ну, лично я забыла об одной очень важной вещи. Я не следила за тем, сколько раз в день смеется мой ребенок, как ему весело и как ему круто с родителями. Поэтому сейчас, в добрую часть дня, мы также проводим в играх. Мы ребенка поднимаем головой вниз. Мы устраиваем ему качели, игры с мамой и с папой. И, в общем, одна очень позитивная сторона карантина, очень большой плюс в том, что мы все втроем проводим очень много времени вместе. И у ребенка значительно улучшилось настроение. То есть можно было бы думать, что он будет сходить с ума в этом карантине, но нет, у него отличное настроение, истерит он крайне мало. И в основном он улыбается, радуется и смеется. Ну, собственно, об этом мы также сильно заботимся ежедневно. Поэтому и вам в карантине желаю обращать внимание не только на развитие вашего ребенка, но и также на тем, как часто в течение дня вы с ним просто играете, вы с ним смеетесь, вы с ним дурачитесь, прикалываетесь, не знаю, делаете все, что угодно, создавая для него счастливое и беззаботное детство. Да? Давай головой вниз. А-а-а! Эй, кукол! Кто у меня тут довольный ребенок? Взюх! Взюх! И-и-и! Взюх! 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 А-а-а! Взюх! Ладно, говори подружке, пока я пошел спать. Пойдем спать будет. Ху-ху-ху-ху-ху. Пошли. И да, сейчас она училась уже стали показывать то, что он хочет. В общем, ручка простирается, как обычно, да? Пойдем обедать. Так, обед наш готов. Рэм будет обедать говядиной с овощами и горошком зеленым. Мама будет борщ. Моя самая любимая еда. Могу его есть просто месяцами и ничего не менять. А папа будет есть пасту и нежную индийку. И пьем мы водичку. А может быть кетчуп, если папе надо. И ребеночку. Его детская водичка в нашем поеденном кимачке. Так что вот такой вот наш обед. Ну что ж, так, в принципе, проходит каждый наш день. Сейчас мы поедим. И, в принципе, по большому счету, это будет следующий цикл всего того, что мы делали утром. Просто до вечернего его сна. И все. И завтра снова то же самое. Ну а на этом от нас сегодня все. Увидимся с вами в четверг. Все, пока. Пока. Давай. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok